Ну и что ж, мы переносимся к одному из сегодняшних матчей. Вот первая часть нашей сегодняшней программы объединена боями, так сказать, вокруг крузер-вейтного пояса. То есть пояса чемпиона всемирного рестлинга в среднем весе. Ну что ж, наш с вами ожидает SmackDown, март 2000 года, S-Rios против Джеффа Харди. И сейчас вы можете понаблюдать, точнее лицезреть Литу до того момента, когда она пострашнела. Сейчас она выходит, вот такая очаровательная Лита в красном, сопровождают этого замечательного мексиканского рестлера S-Rios, который вот так вот сразу же начинает атаковать джебами, чопами, киками и всевозможными другими примочками. Джеффа Харди, у которого не получается вот этот скуп слэм. Зато прекрасно получается, много других ударов, например, с ноги в живот. Отлично прошла серия по S-Rios. Ну, наконец-то Джефф Харди остановил этот бессмысленный забег. Ну, как выяснилось, смысл-то все-таки есть. Это таким глупцам, как вы, уважаемые коллеги, может поначалу показаться, что это было бессмысленно. А на самом деле, как вы видите, в этом был глубокий смысл. Просто до конца не было ясно, для чего это все задумывалось. Ох, посмотрите, как вовремя сейчас S-Rios с первой попытки ушел от атаки Джеффа Харди, но тот все-таки добивает его вне ринга. Кстати, вот тут и Мэтт Харди поддерживает брата. Да, очень высокая динамика у матча на первых же его полутора минутах. Я вот думаю, согласится с вами по поводу Литы или нет. Ох, посмотрите, дробки к спину, и Джефф Харди висит вниз головой. А вот здесь уже досадный промах. Я имею в виду не по баррикаде вот этой, а по S-Rios. А вот это суицидальное сальто со стойки ринга просто впечатляет. Даже вот странно, что после таких, так сказать, впечатляющих кульбитов карьера S-Rios во Всемирной Федерации Рестлинга была столь непродолжительной. Отличный дропкик в спину. Да, Джеффу Харди уже пора отдыхать. Я имею в виду не сейчас вообще по жизни, а в этом матче, естественно. Вот только положив ногу на канат, и он спасается от проигрыша. Вот еще раз повтор этого вылета за ринг. И... Посмотрите-ка! И сворачивает S-Rios сейчас Джеффа Харди! Вот посмотрите-ка, какой был вход на немецкий суплекс! А, немецкий суплекс вот с таким вот сальто через Джеффа Харди, это, дорогие друзья, многого стоит. Я даже поначалу подумал, что S-Rios делает локоть Таджири, но это было лучше. Это был вход на немецкий суплекс. А вот теперь уже на подножку ловит S-Rios Джефф. Реверс. По-моему, тут просто ни одна... Ох, как! Да, точно по затылку. Ни одна атака или контратака просто не обходится без какой-то акробатики. Дорогие друзья, это... Наши... Это хайфлайеры, это легкий вес. Без этого никуда им нельзя. А вот, кстати говоря, вот что значит, так сказать, внушительные параметры рестлинга. Потому что вот этот, с вашего позволения сказать, легкий вес, это не значит, что борцы, там, как в боксе, по 65, по 70 килограмм весят. Да нет, конечно. Вес каждого... Ох, лита! Да, вот такое вот вмешательство из-за ринга. Айда, рыжая бестия! Я хотел сказать, что вес каждого борца примерно здесь по 95 килограмм. Ну, и в то же время они считаются, ну, легковесами, средневесами. Ну, средний, потому что крузер выйдет. Значит, он такой курсирующий между легким и тяжелым. И отличный штопор. Джефф Харди думает, что он обманул Эсс Риуса. Эсс Риус на самом деле думает, что он обманул Джеффа Харди. Смотрите, тут просто какое-то хильство против хильства. А Мэтт Харди обманул всех. Потому что когда судья отвлекся, он ему провел свою коронную... Свой коронный зигзаг судьбой. И Джеффу Харди осталось только залезть на третий канат. И бомба лебедя на Эсс Риуса. Ничего себе! Тут же Лита вот так вот взяла лихо Мунсолтом с третьего каната. Кстати, ей повезло, что она так удачно после этого приземления встала. Потому что она не докрутилась. Я не знаю, заметили ли вы, дорогие друзья, Но она практически вошла сама головой в ринг. Где-то в районе около... Так сказать, не вынимая голову из подмышки Джеффа Харди. Да, из-за дисквалификации, понятно, победил Джефф Харди. Но Эсс Риус по-прежнему чемпион. И за эту дисквалификацию Эсс Риус должен благодарить Литу. Кстати, про Литу. Сейчас она живет своим молодым человеком. Пишет, собственно, альбом. Стала певицей, музыкантом. А ушла из рестлинга. Она, даст бог память, году так в 2003-м. После того, как... Так и не оправившись после вот этого предательства со стороны Эсс Риуса. Ну и добил ее, конечно, то, что она умудрилась проиграть.